Уважаемые товарищи, предлагается дать слово председателям адаптной комиссии для доклада. Так, товарищи, сегодня у нас присутствует 18 рабочих делегированных с разных регионов, 11 приглашенных регионы такие, откуда люди приехали. Это Нижегородская область, Саров, Екатеринбург, Самара, Иркутск, Сургут, Ленинград, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Иркутская область, город Шелихов. Новосибирск, Краснодар, Янин, Ленинградская область тоже, Электростайль Московская область, Королев Московская область. Вот такое вот у нас сегодня предприятие. Такая область, такая область. Можно узнать каких предприятий? Они же не область представляют. ПАО Т+, Самарская ГРЭС, Петербургская Кировская Энергомаш, ООО КЗ, РУСАЛ, АОО РОСПАН, Металлургическое предприятие, ФСК, ЕС. Ну, аббревиатура много, тут сразу не поймешь. ООО Старовская генерирующая компания. Шифроводная аббревиатура. Да. ООО ИСК. ЕСК, Южноэлектрические сети. Вот. Электрические сети, да. Ну, всякие предприятия. Я глаза сломаю, пока прощу все это. Надо подготовиться в следующий раз. Города, предприятия. У нас еще вопрос возник. Вот здесь просто люди знают. Делегирование было. Председатель правкома по ОСБО. ЛО. МОРП. Маленцов. Вот. Профсоюз защита. Ну, я не знаю такой профсоюз. Ну, товарищи знают, что там. Или он малочисленный. И Маленцов представляет. И профсоюз. И РКРП. Или еще что-то. Такое. Вот. Поэтому. У нас вопрос возник. Сколько человек вообще в этом профсоюзе? Что за делегирование? Надо поэтому этот вопрос решить. Так как человек не может даже ответить, сколько человек у них там. В профсоюзе кто делегировал конкретно. Значит, у нас тут пошел вопрос о делегировании. Как представитель комитета, я тоже готовлю конституционные сообщения, и товарищи видели, что там написано. Значит, кто делегирует на заседание российского комитета рабочих? Которых кого? Рабочих. Да, это понятно. Что они делегируют? Значит, либо инициативная группа, а дальше мы разъясняем, что рабочих именно ведут. Не менее пяти человек. Либо стаичный комитет. Ну, если будет стаичный комитет, мы с вами понимаем, что когда дело дойдет до стаички, ты будешь стаичный комитет, значит, организованный эпилептик у нас полное доверие такому. Органы, которые направляют такого человека. Либо профсоюзная организация, и все это производственных предприятий, инициативная группа, стаичный комитет профсоюзной организации, производственных предприятий. Ну, разумеется, речь идет о какой организации? Кривичной. Организации предприятий. Мы знаем, что вообще в организации профсоюзов может быть региональный уровень, софт-профы, отраслевой профсоюз. И когда-то у нас это было. Было, я имею ввиду, в порядке делегирования. Но если вы обратили внимание, а может уже не обратили, потому что, скажите, у нас все ближе к рабочему классу, чтобы не приезжали люди залетные, которые, которым написал оба софт-проф, один чиновник направил другого чиновника, типа такого, да? Вот сейчас строго определен порядок делегирования. Поэтому, если мы хотим узнать, имеет человек право быть делегированный или нет, безотносительно вот к тому, о чем сейчас будем конкретно говорить, надо посмотреть, он отвечает этому критерию или нет. Вот и все. Кирилл Павел Юрьевич, Кирилл Павел Юрьевич, Кирилл Павел Юрьевич, член Мандатной комиссии. Ну, прецедент у нас имеется, как бы, да? Чтобы избежать дальнейшего такого, я предлагаю сделать следующее. У нас есть порядок делегирования. Пять подписи от рабочих. В зависимости от того, какой это профсоюз. Рядом можно написать, либо это собрание, допустим, профсоюзов, кто голосовал за кандидат, за того, чтобы делегата сюда привезти, соответственно, фамилии и кто является там из них, кто. То есть, чтобы это были тоже рабочие. Чтобы даже если люди, которые приезжают от профсоюзов и, возможно, с такими вот бумагами, непонятно какого содержания, чтобы там тоже стояли подписи рабочих. Потому что мы не знаем, какой это профсоюз, допустим, можем не знать, и кого он может представлять, и кем он представлен там. Я опыт этот имею. Когда у меня был профсоюз на моем предприятии, наш рабочий, нас было три человека. Однако я от профсоюза, от нашего, не делегировался. Я все равно делегировался от коллектива работников, от рабочих. Чтобы было понимание, что это не просто человек приезжает, это не такая организация, которая может даже не развивается, не работает. А что это все-таки люди, к которым он подходит, которые его знают, которые также трудятся на этом предприятии. В дальнейшем таких непонятных ситуациях забывают все. Я член профсоюза защиты. Профсоюз защиты был, это был классовый профсоюз. Это классовый профсоюз. Он был создан еще лет 12 назад в пику официальным ФНПРовским профсоюзом. Этот профсоюз на различных ленинградских заводах, петербургских заводах, был создан на металлическом заводе. Вот я, работая на металлическом заводе, вступил в профсоюз. Профсоюз был со временем администрации на металлическом заводе разогнут. Но отделения этого профсоюза существуют на многих предприятиях. И профсоюз этот действующий. И профсоюз этот, так сказать, мы оставим права рабочих вот только что. И в суде, и вообще. А что значит классовый профсоюз? Классовый профсоюз, это тот профсоюз, в который входят одни только рабочие. Не начальник с подчиненным входит в профсоюз, такой как профсоюз системы ФНПР. Сколько на вашем предприятии конкретно профсоюз? Сам Баленцов. Членов профсоюза. Конкретно на нашем предприятии? Да. Сам Баленцов? Нет, не сам Баленцов. Маленцов, он и как председатель всего. А он рабочий? Нет. Ну, если он председатель, значит он не рабочий. Конечно. Ну, вы сказали, что там все не рабочие вроде. Он осуществляет общую руководство. Он освобожденный. Он освобожденный, да. А кто-то из рабочих знает, что вы поехали? Как швак. Делегировал кто-то, кроме Маленцова, еще кто-то в курсе, что вы поехали? Российский комитет рабочих. Здесь уже написано, вот, председатель, правкома, ТО, СПБ, Маленцов. И вы просто подошли к председателю, и он вас направил. Это не делегирование от рабочих, а делегирование от Маленцова конкретно, который не рабочий. Здесь так и написано, что вот председатель, вот, кто делегировал, Маленцов. А, то есть, то есть, делегирование от председателя не от комитета потребуется? Не от комитета, не от завкома, ничего. Нет, ну, если вас, если вас, так сказать, смущает это бумагом, пожалуйста, мы можем свои мандаты от действий от Кашкова. Нет, ну, мы, как бы, хотим разобраться просто. Ну, там, дать это, значит, им не дорожить. Да, значит, не дорожить. Нет, то есть, у вас это не устраивает. Нет, ну, у нас вопрос возник, понимаете. Принцип, в котором нужно разобраться просто. Пять человек вас делегировал хотя бы? Или эрмоленцо? Если надо, у нас наберется и больше. Ну, вот нам надо. Повторяю, наши представители, они на разных предприятиях. Ну, надо как-то собрать, на них представители и ходить. Если надо, если надо, то соберем. Но это все время оговаривается, что надо, надо. Дорогие товарищи, я еще раз бы хотел вернуться, вот, все-таки, к этому основополагающему принципу, что делегация идет, делегируется, товарищи, от предприятий. Не от городов, а именно от предприятий. И на этом предприятии возможна инициативная группа, которая делегирует товарищей. И это, надо сказать, самая низшая форма делегации. Вот я вот с товарищем Гилем не согласен. Может быть, забастовочный комитет, например, делегировать. Это значительно высшая делегация, чем пять человек просто подписались. То есть, забастовочный комитет, это значит, что уже идет организация, идет забастовка, готовятся. Это значит, что вовлечены массы рабочих и работников в это дело. И, конечно, забастовочный комитет, делегация забастовочного комитета значительно выше, чем делегация от инициативной группы. Ну и профсоюз. Но если, дело вот в том, что профсоюз это должен быть на данном конкретном предприятии. Первичка. Да, первичная организация, которая ведет какую-то деятельность, которая на данном предприятии организует и объединяет рабочих. Вот о чем здесь идет речь. И вот об этом основополагающем принципы мы говорим, и ему надо следовать. Спасибо. То есть, тут получается Маленцов сразу делегирует. В чего вы привязываетесь? Мы сейчас не о том говорим, кто подписал, значит, делегирование. Мы говорим о том, лица, которые здесь присутствуют, какие коллективы они представляют. То есть, здесь какой момент? Если те предприятия, которые они представляют, это вот, на мой взгляд, если те предприятия, которые они представляют, в них есть объединение в виде первичной профсоюзной организации, то вопрос снимается. Если нету на тех предприятиях первичных профсоюзных организаций, которые входят хотя бы, пусть там, в это территориальное, или в городское, или там, в областное, неважно в какое объединение. Понимаете? То есть, есть ли те люди, на самом деле, которые их делегировали или нет? Вот он в чем вопрос. То есть, при всем уважении к товарищам, которые уже неоднократно участвуют, значит, в заседании Российского комитета рабочих, ну, здесь это, как бы, надо соблюдать. Просто, если это не получилось, ну, надо, наверное, честно сказать, что не получилось. Просто, как бы, ставить вопрос, если забираете мандат, ну, это, не дорожить мандатом, на мой взгляд, это тоже, как бы, позиция такая, не совсем ясно. То есть, если мы представляем непосредственно коллективу, мы представляем. Если мы не представляем, тогда и не регистрируемся, и не берем мандат. То есть, не получилось в этот раз, как бы, заявиться от коллектива, значит, в этот раз сидим в стороне. В следующий раз мы делегированы, участвуем непосредственно в заседании. Я думаю, что так должен ставиться вопрос. Просто объяснение, может, с товарищей нужно взять какое-то, и все. То есть, с Кировского завода конкретно не работали, рабочие не смогли подписать, да? Нет, почему? Я просто, ну, не знаю, мне не дали такого листочка, где бы я мог расписать, подписать. А кто должен дать? Все сами пишут. Видите, у всех разные, да, формы. Я еду на РКР, у меня следующая рабочая часть, подписи рабочие. Вы можете от твоей руки написать? Я не знал, что это. Нам кто должен это дать? Нет, здесь форма бланка... Не в прошлый раз давали листочек там? Нет, форма бланка, она может быть. Если у вас есть организация, соответственно, где-то есть... В газете была, да. Это, ну, не обязательно, мы же не придираемся к тому, что какой бланк, установленный форма, не установленный. Бланки все разные, мы не придираемся к форме. Возможно, от руки написать. Пожалуйста. У меня предложение в этом спорном вопросе такое. Может быть, товарищи тогда по прибытию на заводы соберут коллектив и объяснят своему коллективу, чем... Да, каким результатом они добились, посетив, как бы, мероприятие. Это обязанность всех... Нет, они и так приедут... Я и так... Да, они и так принесли в коллективах. Нет, это понятно. Я имею в виду, чтобы... Это мы зафиксировали, что не мимо это все прошло. Ну, понятно. Да мимо не пройдет, она... В общем, мое предложение, уважаемые товарищи, следующего характера. Так как люди не новые, как бы, и мы их, как бы, знаем, да, Ну, поставим на вид, то, что просто в следующий раз, при таком делегировании, ну, как бы, мандат вам не вручат. А на сегодняшний день, так уж, как мандат вручен, я считаю, забирать его не стоит, как бы... Ну, да, как бы, не очень, но там... Так что, уважаемые товарищи, наверное, надо проголосовать за данное предложение. Кто поддержит, кто нет. Предложение такое, чтобы товарищей оставить в работе семинара, как бы... Правом решающий угол. Значит, вот, как говорится, вот есть специальное решение, да? Сейчас, за что вы говорите? Решение оставить, да? А как-то вы отразите? Это нарушено меня. Да. Я не знаю, прям, вот, не смотря на то, что товарищи, делеги, фискать, не является делегатом, их приезд не соответствует принципам делегирования, значит, оставить им право решающего голоса. Вот так, вообще-то, надо формулировать. А ты чего, с чего сэрпорты возникли? Нет, ну мы же это озвучивали, мы же не утаили, а это... Ну, тогда пусть товарищи проголосуют, что они смотрят на то, что... В качестве исключения, подчеркну. В качестве исключения, давайте нарушим принцип, мы проголосуем за это. Вот так, я нарушу, такое предложение. Но нарушить принцип, это как... Я на нарушение принципа делегирования предлагаю, товарищ Кузнецову и Соловьёву, значит, оставить делегатом решающих голоса. Ну, а как, в любом? Да, в офитах, и есть товарищи проголосуют, они не правы, как есть, только какой там риск, они имеют полный право, не годимся в принципе. Я даже по поводу нарушать принципы, наверное, как-то. Тогда другое предложение. Пожалуйста, какое предложение? Другое предложение, тогда ставить их как приглашенных, но не делегатов. Потому что доверие боимся, что приглашенных, а зачем они без этого? Давайте проголошуем по первому предложению, если... Потому что если не озвучить второе предложение, не будут пока люди понимать, куда что голосование. То есть... Формулируйте. Да, да. Наверное. Кто за то, чтобы оставить просто как приглашенных в связи с нарушением принципов, как бы делегирования? Без мандата. Без мандата. Просто люди как приглашенные будут, и всё, никаких проблем я не вижу. В принципе. Кто за? Кто против? Один против. Выдержавшись. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Пять. Пять вы сдержались. Ну, в большинстве голосов остаются, товарищи, как приглашенную. Я думаю, вопрос исчерпан нам, да? Уважаемый товарищ, я понимаю, что ситуация, конечно, такая вот. Но я хочу сказать, что это какой-то несчастный вопрос. Вот есть такое воспоминание, значит, Молотова, товарища, всем известный, да? Двистых соратных Сталина. И вот он рассказывал, как он пришёл на заседание исполкового Петроградского совета, и ему, значит, кто-то из этого совета говорит, Вячеслав Михайлович, а чего вы там сидите в зале? Идите сюда, идите сюда. И он встал в исполконе. Да. Что это означает? То есть, оказывается, вот при возникновении советской власти, люди были такие добрые, что просто надо было пригласить, сказать, и дать ему, и так далее. Ну, если бы ты пригласил товарища, ну, хорошо, это был Молотов. А если бы пригласили бы не Молотова, а какого-нибудь Саренкова, и так далее. Ну, это что это? Суна, какая бы это приглашение? Что это всё нарушило, всю работу, и так далее. Поэтому, почему такая строгость-то? Вот, не побил товарища, мы знаем товарища Кузнецова. Он много чего сделал, он, естественно, выступает. Вот товарищ, значит, Соловьёк, но старается, и так далее. Поэтому, товарищи, вы на свой счёт не принимаете. Вы принимаете на счёт того, что если мы серьёзно хотим задачи решать, решать задачу по стороне советской власти, которая опирается на производственные коллективы, то тут надо очень серьёзно подходить. Без такого, что мы его знаем, ну, пусть он идёт о привизии, пусть вызважает. Знаете, сколько у вас знакомых появится? Как только делают власти. И все будут хорошие выйти. Говорят, помнишь, Валентин, мы что-то, как я тогда сказал, за тебя и так далее. И что, действительно помнишь? И что, всех сажать в президиум? Товарищи, это вот дело очень строгое такое, очень точное. Но и это вот опять не лично. Принцип надо выдерживать. Будем выдерживать принцип, будет крепкая советская власть. Не будем выдерживать принцип, а на руку. Не выдержали принцип, значит, построение власти через трудовые коллективы. Ну и что, на блом произошёл. На блом произошёл, и всё, значит, скатилось. Вот о чём ведь идёт речь. Вот почему я призываю к первой, если подумаешь, что золото такой страшный человек, потому что на всех нападает. Вот это иногда кажется мне даже слышал, что он нападает, он сам, никто. Вот, да, я могу, во-первых, кто? Научная физическая. Я могу по-науке посоветовать. Вот наука вся историческая говорит о том, что муху ниточкой не привяжешь, потом обухом не грешить дождь. Вот это такой научный вывод. Вот о чём я третий. Дам объяснение, почему я против противостоинства. Зачем? Нет, 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 я именно, я именно, это тоже, как бы, считаю. Для меня это важно. Ну, получается, ну, товарищи, как бы, были в каком-то заблуждении, да, когда сюда направлялись, а мандаты выдали уже, ну, как бы, официальные представители нашего коллектива. Ну, то есть, вина тут, ну, не только их. Да, во-первых. А во-вторых, я бы, допустим, предпочёл, чтобы они после этого, ну, имея голос, приехали на своё предприятие, выступили перед своими товарищами, и перед нами, допустим, отчитались за выполненную работу перед коллективом. Ну, это моё мнение лично. Я, как бы, хотел именно это продвинуть. Спасибо. Больше ничего. Затем ещё... Владимир Михайлович, вы что хотели сказать? Значит, дорогие товарищи, вопрос не такой простой или такой лёгкий. У нас, в Российском комитете рабочих, начиная с 94-го года, шла постоянная борьба за тот, что это состав жесточайший. Тот же самый Маленцов здесь получал по полной программе. И благодаря этому мы сохранили Российский комитет рабочих как работающий орган, который решает серьёзные вопросы и решает их так, как надо. Это очень важно, это не мелочи. Чтобы здесь присутствовали люди с полномочиями, которые мы определили. Мы определили, давайте, свои-то решения исполнять. И не надо обижаться, это не против вас, вы понимаете, прекрасно. Я не обижаюсь. Критика правильная. А уж ты-то знаешь. Ну чего? Вот просто как-то всё что-то происходит. Да вот просто, вроде бы, вроде бы, ну да, ну подумаешь. Ну хорошо, хорошо, мы поняли уже все. Нет, это не для вас. И не против вас. Это для всех, я говорю. Это очень важный вопрос. Хорошо. Сегодня вы, ладно, мы вас знаем, да. А могут прийти люди, которые это... Ну хорошо, всё, первый и последний раз. Ну ладно. Мы больше так не будем. Расскажите, пожалуйста. На воды вставайте, шеренги смытайте, на битву шагайте. Шагайте, шагайте. Шагайте, шагайте.